Добрый день дорогие друзья, с вами снова Юрий Пузыревский и в этом видео мы с вами разберем очередную NLP технику, которая помогает решать непонятные вопросы. Техника называется активное мечтание. Как ее использовать? Ну, во-первых, если вы верите в подсознание, то эта техника вам прям очень сильно понравится. Если вы в подсознание не верите, либо сомневаетесь, то скорее всего эта техника вам не поможет. Эта техника применяется, когда вам нужно решить какой-нибудь вопрос, запрос, в котором вы застряли. Ну, допустим, вы в чем-то сомневаетесь и не знаете, как принять какое-то решение. Или вы хотите на что-то решиться, хотя это то же самое решение. Либо у вас есть какая-то цель, но вы не понимаете, как ее достичь. Либо у вас есть какой-то неразрешимый, неразрешенный запрос, и вы хотите найти решение. Вот как раз-таки техника активного мечтания, она вам поможет решить самостоятельно, не прибегая к помощи специалиста, найти какие-то новые варианты решения своей задачи. Давайте переходить сразу к технике. Первый шаг этой техники, это как в любой практически НЛП технике, это определить запрос. Что вы хотите решить? С чем вы хотите поработать? То есть, какую свою задачу вы хотите решить? Ну, допустим, вы не знаете, что подарить жене на день рождения. Или вы не знаете, как начать какое-то дело. Или вы не знаете, как поступить в какой-то ситуации. То есть, запрос может быть практически любой. Ну, связанный с решениями и связанный с какими-то вашими целями. Вторым шагом вам нужно сесть поудобнее. Моя любимая часть этой техники. Сесть поудобнее и расслабиться. Найти себе тихое место. Вам на эту технику потребуется где-то минут 15-20, может быть 25. Это максимум. Вам нужно найти такое место, где вам никто и ничто не будет мешать. Отключите свой гаджет. Отключите, я не знаю, все возможные раздражители, которые есть вокруг вас. И устройтесь поудобнее. То есть, вторым шагом мы входим в состояние активного незнания. Что это за такое состояние? Ну, во-первых, это состояние такой расслабленности. Но не вот такой расслабленности, где вы просто уже засыпаете. Нет. Это так называемое состояние расслабленной концентрированности. Когда у вас оптимальный мышечный тонус, вам ничто не мешает. Но вы одновременно не находитесь в полной расслабленности. То есть, такая расслабленная сконцентрированность. И состояние активного незнания, оно сопровождается вот чем. то есть вы открыты ко всему новому это знаете как когда вы были маленькие вы не знали этот мир вы просто воспринимали его по факту подходите к красивому огонечку до свечка горит палец туда засунули вас обожгло или подходите к лампочке пальцем ее трогать и она холодная то есть вы не знаете ничего то есть вот состояние активного незнания такое состояние легкого транса но где вы открыты ко всему новому то есть вот все что приходит это окей да то есть любой ответ который к вам придет это окей третий шаг вам нужно уже из этого состояния состояние легкого транса и такое такого расслабления но сконцентрированного вам нужно отправиться у себя в мыслях на поиск некого символа на это может уйти какое-то время обычно минут 10-15 то есть вам нужно с закрытыми глазами посидеть и просто разрешить всему тому что будет подбрасывать ваше подсознание быть и в какой-то момент времени вот вы просто буквально в буквальном смысле сидите открытые ко всему новому до так называемая небольшая медитация и просто наблюдаете за теми картинками которые вам подбрасывает ваше подсознание это может быть любой символ любой предмет любая ситуация любой человек может быть что-то реальное может быть что-то нереально и когда вы поймете что это вот то это как раз таки и есть тот символ который является решением вашей задачи то есть еще раз повторюсь символ может быть любой абсолютно любой поможет показаться какой-то предмет поможет показаться какой-то человек вам может показаться какой-то может быть даже звук но это сейчас постараюсь пояснить как вам понять что это именно то напоминаю что техника работы с бессознательным и вам нужно в первую очередь доверять своему бессознательному и вы действительно когда будете вот в этом легком трансе находиться вы поймете что этот символ именно тот дальше причем этот символ он не будет напрямую как-то скорее всего связан с вашим запросом и когда вы поймете что это за символ вы можете уже выходить из этого трансового состояния то есть четвертым шагом вам нужно увидеть этот символ и принять его как решение вашего запроса а дальше вы делаете вот что вот допустим я сделал запрос я не знаю что мне подарить моей супруги на день рождения знаете у мужчин такие часто бывают запроса и вот я посидел помедитировал 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 и мне приходит на ум ну допустим елочка вот пришла на ум елочка в этот момент это является символом решения моего запроса и вот уже на четвертом шаге я эту елочку принимаю и мысленно в какой-то момент времени становлюсь этой елочкой то есть я сижу на месте я представляю что я и есть эта елочка то есть установлюсь вторую позицию становлюсь этим символом и из второй позиции то есть когда я уже стал елочкой да я смотрю на себя сидящего здесь уже глазами елочки и размышляю кем я являюсь что это значит что и что значит эта елочка какие я слова могу самому себе сказать то есть я нахожусь в позиции елочки и что я могу юрию пузыревскому сказать и посоветовать нужно побыть в состоянии этого символа какое-то время а дальше когда вы уже побыли в состоянии может быть послать какие-то послания может быть ничего не говорить может просто задаться вопросом а кто я будучи этой елочкой и что я хочу донести самому себе да а дальше следующий шаг это выйти уже в третью позицию то есть уже стать и не елочкой и не собой то есть вот мой символ примеру елочка вот сижу я и мне нужно стать в третью позицию как бы увидеть и себя и елочку и уже из третьей позиции это все проделывается мысленно в мозгу да у нас в мозгах наших репрезентациях и уже мысленно постараться каким-то образом дать саму себе какую-то обратную связь каким образом символ елочки связан с тем юрием пузыревским и какая между ними связь и какие есть дополнительные решения этой моей серьезной задачи и нужно задать вопрос как эта информация может повлиять на моё дальнейшее поведение и как эту информацию которую я получил вот в этой технике работы с бессознательным как эта информация может повлиять на моё поведение в дальнейшем вот такая техника напишите в комментариях какой вопрос вы пробовали решить с помощью этой техники она требует определенной концентрации но достаточно простая ее можно я ее отношу к таким карманным техникам когда вы не знаете что делать вы не знаете как решить какую-то задачу вы не знаете как на что-то решиться вы просто проделываете эту технику и приходят очень интересные разные ответы причем по опыту могу сказать что большинство ответов таких удивительных приходят когда вы становитесь во вторую позицию то есть когда вы становитесь тем самым символом потому что когда вы смотрите на этот символ вам не очень легко понять для чего же мое подсознание мне подбросило этот символ но когда вы ассоциировались с этим символом когда вы стали этим символом тогда у вас приходят интересные инсайты и вы находите множество решений для своих задач ну что ж дорогие друзья я хочу вам напомнить что у нас идет на канале конкурс комментариев я разыгрываю книгу которая называется путеводитель по нлп я уже об этом говорил в других видео и конкурс комментариев заключается в том что кто чаще всего пишет комментарии кто больше всего мне запомнится своими толковыми умными вопросами тот получит эту книгу тому по почте я отправлю эту книгу желательно чтобы комментарий соответствовал тому что вы делаете в этом видео то есть если вот в этом видео техника про активное мечтание сделайте эту технику задайте вопросы по этой технике если что-то не получилось и напишите какой результат вам это дало и тогда я вас обязательно буду запоминать и когда мы наберем 1200 подписчиков а это уже будет совсем скоро я по своему субъективному мнению выберу одного из запомнившихся мне комментаторов и по почте отправлю вот эту книжку большое спасибо за просмотр с вами был юрий пузыревский ставьте лайки этому видео делитесь этими видео со своими друзьями и обязательно подписывайтесь на канал и более того на этом канале есть еще множество других полезных видео которые вам обязательно рекомендую посмотреть на этом у меня сегодня все до скорых встреч пока пока